О том, что рассмотрение закона об эмиграции напоминает затянувшееся театральное действие, сегодня говорили многие политики. Выдачу ВНЖ то разрешают, то хотят запретить, то вновь меняют сценарий, резко повышая стоимость видов на жительство. Теперь поменялись актеры. Главную роль сегодня играл Эдвин Шноре, глава комиссии по подсчету ущерба от советской оккупации, режиссер документального фильма «Советская история», а ныне депутат от Национально-радикального объединения. Речь была яркая, с метафорами по всем законам жанра. Зачем необходима эта норма? Потому что Россия в этом году фактически начала новую внешнюю политику. На официальном уровне выдвинула концепцию так называемого «русского мира» и стала завоевывать европейские государства с целью защитить принадлежащих к этому русскому миру. Нигде в мире их в процентном отношении нету так много, как в Латвии. У нас есть русскоговорящие, граждане России, неграждане, 20 тысяч бывших офицеров советской армии. Именно поэтому международные СМИ, эксперты по безопасности, указывают на Латвию как на вполне реальную цель российской агрессии в будущем. Продолжая выдавать ВНЖ гражданам России, мы играем в русскую рулетку. Ситуация и так более чем серьезная, а мы еще в револьвер патроны докладываем. Со стороны безопасности государства это абсолютное самоубийство. Политики со стажем представления оценили, однако есть еще и юридические нормы. Парламент все-таки должен законодательством заниматься. Лидер партии «Единство» даже решила не участвовать в голосовании за такой документ. Не голосовал не только я, и на свои бенеглеры тоже. Этот проект содержит не только юридический брак, он содержит явные признаки дискриминации. Я считаю, что так невозможно. И третье мое личное мнение, если кто-то хочет, да, политической силой бороться за то, чтобы представители какой-то страны или по каким-то другим признакам не уезжали в Латвию, они должны рассматривать вопрос о видах на жительство в целом, не только по одному признаку. В противном случае я вижу тут, что это специально против тех предпринимателей, которые работают в строительстве. По мнению Абулты, не националы готовят работу для администраторов неплатежеспособности, ведь гипотетически построенные для потенциальных получателей ВНЖ здания затем можно будет приобрести за бесценок. Тем не менее, все остальное «Единство» во время голосования поддержало НАЗБЛОК. Также поступил и почти весь СЗК, за исключением пяти депутатов. Трое были против, двое воздержались, в том числе и бывший руководитель канцелярии президента, член президиума Сейма Гундердаудзе. Я думаю, что это чистая политика, тут ничего нет общего с интересом Латвии. Я не думаю, что это то решение, которое действительно что-то может решить, потому что эти разрешения жить в Латвии, вернее в Европейском Союзе, можно получить в любом государстве Европейского Союза. Против националов была и партия «От сердца Латвии», бывшая госконтролер Ингуна Судрова считает, что депутатам следует учиться доверять собственным правоохранительным органам. Тот контингент людей, которые получают виды на жительство, они же проверяются. Мы доверяем своим структурам безопасности. Это самая контролируемая структура людей. По мнению согласия, у Кабинета министров и так уже есть полномочия запретить въезд в Латвию нежелательным для страны лицам. Националы же специально нагнетают обстановку. Это как бы ограничение в правах российских граждан. Но почему вызывает улыбку? А где же Северная Корея? Где Иран? Где Чад? Где Либия? И так далее, и так далее. Это глупость. И все понимают, что это глупость. Но этот театр, который затеяли геополитические игроки, он театр абсурдов продолжается. За отлучение граждан России от получателей ВНЖ сегодня проголосовало и региональное объединение. Всего получилось 50 голосов за, против 40. Это значит, что действие продолжится еще в двух чтениях. Поддавать свои предложения к закону об эмиграции депутаты могут до 11 декабря. Валерия Смирнова, Айнер Скрауклис, Первый Балтийский канал.